Уважаемые клиенты, добрый день. Меня зовут Масюк Юлия Сергеевна. Я тьютер по учебной работе астрантов на факультете гуманитарных и социальных наук РУДН, а также ответственный деприем в аспирантуру от нашего факультета. Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре, посвященном поступлению в аспирантуру на направление подготовки исторической науки и археологии. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам об особенностях данной программы, об условиях поступления, необходимых документах и сроках подачи документов. А также мы ответим на все ваши вопросы, которые у вас возникнут. Вместе со мной вебинар сегодня будет вести директор направления исторической науки и археологии, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Росирды Арсланов Росей Амирович. И ответственный за работу с аспирантами на кафедре теории и истории международных отношений кандидат исторических наук, доцент Савичева Елена Михайловна. Итак, для начала я вам расскажу, что касается поступления. После передам слово моим коллегам, которые подробно вам расскажут о программе подготовки исторической науки и археологии. Начнем с того, что поступление в аспирантуру возможно только тем, кто имеет высшее образование по программе специалитета или магистратуры. Аспиранты, успешно закончившие аспирантуру и защитившие свою диссертацию, получают два диплома. Первый этап окончания аспирантуры с присвоением к квалификации преподаватель-исследователь. И второй кандидата наук. Также нужно сказать о том, что начиная с сентября 2019 года РУДЭН получил право присуждать степени кандидата наук самостоятельно. Прием в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе. Итак, что касается перечня направлений подготовки аспирантуры по историческим наукам и археологии, их форм обучения. Как вы видите, их у нас пять на русской программе и две на программе на английском языке. Это отечественная история, всеобщая история, историография и источник введения, методы исторического исследования и история международных отношений и внешней политики, на которой можно учиться на очной либо заочной форме обучения. И английская, для английских программы очная и заочная, история международных отношений и внешней политики и международные отношения. Что касается сроков начала и завершения приема документов в 2020 году, начало приема документов осуществляется на бюджет, на контракт и на заочную форму обучения с 19 июня 2020 года. Завершение приемов обучения на бюджет 20 июля, на контракт с 14 сентября, на заочную форму обучения до 20 ноября. Сроки проведения вступительных испытаний с 21 по 25 июля на бюджетную основу, на контракт с 21 по 25 июля и до 17 сентября. На заочную форму обучения до 26 ноября проводятся сроки проведения вступительных испытаний. Размещение списков, поступающих на бюджет, будет 27 июля в понедельник, на контракт до 18 сентября и на заочную форму обучения до 27 ноября. Завершение предоставления оригиналов или заявлений о согласии до 6 часов по московскому времени осуществляется на бюджет до 28 июля на места в рамках целевой квадраты и до 1 августа на основные места в рамках контрольных цифр. На контракт до 18 сентября и на заочную форму обучения 27 ноября. Сроки зачисления и дания приказов до дня начала учебного года на бюджетной основе 29 июля на места в рамках целевой квадраты и 3 августа на основные места в рамках контрольных цифр. На контракт 21 сентября и на заочную форму обучения 30 ноября. Начало учебного года по очной форме обучения начинается 22 сентября, по заочной форме обучения 1 декабря. Какие документы нужны для поступления в аспирантуру? Вы предоставляете оригинал на обозрение и копию удостоверения личности со страницы постоянной регистрации. Оригинал или копию диплома специалиста или диплома магистры с приложением. Копии документов заверять их не требуется, которые подтверждают ваши индивидуальные достижения поступающего, если они у вас есть, то есть при наличии. Результаты которых будут учитываться при приеме на обучение в соответствии с нашими правилами физиума. Иные документы, которые по усмотрению поступающего можно принять. Две фотографии 3х4, это черно-белые и матовые. Документ, который подтверждает инвалидность, если она есть, при необходимости создания социальных условий при проведении вступительных испытаний. Заверять копии документов не требуется. Подать документы можно лично, либо доверенным лицом, либо через оператор почтовой связи. Или можно воспользоваться формой электронной подачи документов через личный кабинет на официальном сайте приемной комиссии РУДР. Вступительные испытания. Поступающие издают вступительные испытания по специальной дисциплине, которая соответствует направлению подготовки или направленности программы. Вступительные испытания проводятся в письменной форме, язык проведения русский, либо же иностранный, если программа на иностранном языке. Уровень знаний поступающего оценивается в экзаменационной комиссии по 100-балльной шкале с последующим переводом в 5-балльную систему. Минимальное количество баллов, которые подтверждают успешное прохождение вступительного испытания, составляет 5 баллов по 5-балльной системе. Это 51 баллов по 100-балльной шкале. Ознакомиться с программой вступительных испытаний можно официально в сайте РУДР в разделе «Астронтура поступлений». По ссылочке, которую вы можете увидеть ниже. О индивидуальных достижениях, что можно сказать. Дополнительные баллы начисляются за документы об образовании с отличием. То есть это за диплом с приложением 5 баллов. Если есть статьи в журнале, которые индектируются в международном базе данных, либо в сайте РУДР по 5-баллах, каждая статья. Диплом победителя Всероссийской студенческой олимпиады оценивается в 3 балла. Статьи в журнале, с первичным ваку, оценивается в 2 балла. Диплом призера Всероссийской студенческой олимпиады тоже в 2 балла. Научный доклад, который публикован в сборнике с АСССР, 1 балл. Количество бюджетных мест по направлению исторической науки и археологии 7 человек на бюджетные места могут претендовать. Стоимость обучения по направлению исторической науки и археологии 312 тысяч 100 рублей. В принципе, как и по всем направлениям, по статистическому, по сути и по политическому муку. Заученная форма обучения, она имеет 50% от стоимости обучения в ученой аспирантуре по аналогичному направлению подготовки. Мои контакты, как ответственность за плем-наспирантуру, в почту, в кабинет 408-й, в куте бюджетных социальных наук, по адресу Николу Хмахлая, дом 10, корпус 2. Сейчас я хочу предоставить слово Рафаэле Анировичу, который расскажет вам более подробно, представит программу исторической науки и археологии. Наверное, я сосредоточусь на тех профилях, которые входят в систему подготовки нашей программы исторической науки и археологии. Вы уже слышали, что у нас несколько профилей, из них самые востребованные, которые пытаются поступить в областнике регистратуры. Это прежде всего профиль 07-2, отличный на историю. Чем мне кажется привлекательным именно это направление? Прежде всего, статистическая история дает возможность изучить историю нашей страны, ревность до нашей книги. Притом, естественно, выдаются те аспекты, которые сейчас кажутся наиболее важными, аспекты, связанные с развитием национальных отношений, социальных отношений. Особенно внимание привлекает проблема личности и ее роли в истории. Есть специальные курсы, изучающие роль личности в истории России. При этом студенты учатся использовать современные научные методы исследований. Прежде всего, это историко-экологический метод, метод микроистории, метод эрегендерной истории. То есть все то, что позволяет произвести объемное измерение роли человека в историческом процессе. Притом, мы подчеркиваем еще тот факт, что изучение истории России в прошлом помогает осмыслить ее современное положение, делает из аспирантов перспективы не только исследователей, но и практик, о которой своими знаниями может воздействовать на общественно-политическую ситуацию в стране. Ну и в итоге, я бы подчеркнул, что при университете действует диссоциационный совет. Он сейчас стал полностью независимым, не подчиняется системе ВАКа и принимает в защите, естественно, прежде всего, работы, выполненной аспирантами, обучающейся по нашей программе. Кроме этой специализации на факультете в рамках программы отечественной истории. Есть программа 07002. Это программа специализации источниковедения, историографии и методов исторического исследования. Она предполагает более академическое изучение самой исторической науки, прежде всего, истории исторической науки, так и раскладывалась, развивалась. Кроме того, ведром этой программы является изучение источников, а источники для студика это фактически основа познания. Источники, то есть обучающиеся по нашей программе получают навыки, во-первых, выявления источников, навыки его анализа, и тем самым они создают научную основу для изучения прошлого, не только нашей страны, но и других стран, кроме того, истории международных отношений. При этом предполагается изучение методов исторического познания в рамках этой программы, изучение исторических взглядов крупных стран, государственных политических людей прошлого, да и современности. То есть, например, вполне возможно тема царические взгляды президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. она, кстати, еще исследована, как я догадывается, вполне перспективна и познавательна. В целом, эти программы отличают, еще раз повторюсь, интересы молодежи, и они востребованы, приходят на эти специальности выпускники вводов, не только нашего, кстати, и наблюдается даже определенная конкуренция. Кроме того, у нас еще есть направление, специализация, на все и это всеобщая история. Она глобально по всем своим параметрам, по временному измерению и по историческому материалу, охватывая историю регионов различных стран, народов, Европы, Азии, Африки, Северной Америки. Там изучается естественно и политическая история, и социальная история, и история культуры этих регионов. вы догадываете, насколько это направление является глобальным и в комплексе. Так что все они эти направления интересны, и я думаю, что познакомиться детальнее с содержанием в наших программах вы видите себе то, что считаете интересным и полезным для вас. Ну и теперь переходим к следующей презентации это специализация вам сегодня узнает 15 истории международных отношений. Пожалуйста. Познакомят вас с этой программой руководители этого направления презентации исторических наук доцент Лена Михайловна Саевич. Добрый день, уважаемые участники ребинара. В рамках направления исторические науки археологии имеется специальность 07-0-0-15 это история международных отношений и внешней политики. Специальность у нас очень популярная, очень востребованная и многие выпускники нашей магистратуры и не только нашего вуза, но и выпускники других вузов московских, российских вузов стремятся поступить к нам аспиратуру именно на эту специальность. По нашей специальности можно учиться и очно и заочно, что также привлекает многих абитуриентов. Скажу несколько слов о самой специальности и о ее содержании. Это изучение истории международных отношений и внешней политики, закономерности и особенности развития современной системы международных отношений и основных приоритетов внешней политики различных стран мира, включая Российскую Федерацию. Особое внимание уделяется в рамках нашей дисциплины геополитики и проблем международной безопасности. Как вы видите, мир сейчас очень такой турбулентный, происходит много событий, к сожалению, в целом ряде регионов возникают конфликты, которые естественно нужно изучать и также изучать те возможности, которые бы предотвращали данные конфликты, либо их урегулировали мирными средствами. Исследуется в рамках данной специальности также феномен мягкой силы во всех проявлениях, что также вызывает интерес у наших аспирантов. Таким образом, наша программа нацелена на подготовку специалистов международников для работы и в практической внешнеполитической сфере, в научно-исследовательской сфере. И наши выпускники являются экспертами, они дают оценки трансформации системы международных отношений тем изменениям, которые происходят в целом на международной арене, мировой политике, что является очень и очень актуальным. практически для всех стран. По всем специальностям аспирантуры проходят практику, педагогическую практику, ведут семинарские занятия, кроме того, не только по нашей специальности, но готовят и статьи, статьи ваковские, и статьи для тех изданий, которые индексируются в международных базах Скопус и Web of Science. Сейчас это очень и очень важно, поскольку выйти на защиту могут только те аспиранты, у которых есть две ваковские публикации и хотя бы одна публикация в журналах индексируемых международных базах Скопус и Web of Science. Хотела бы обратить ваше внимание, что наша программа, программа по истории международных отношений и внешней политики еще существует на английском языке, англоязычная программа, причем как очная, так и заочная, и конечно реализация программы на английском языке дает массу преимуществ, в том числе способствует успешной интеграции специалистов мировое научное сообщество и предоставляет широкий круг возможностей для международного сотрудничества, для обмена опытом, для участия в международных конференциях, семинарах, мастер-классах и так далее. Несколько слов о трудоустройстве, это тоже очень важный момент для выпускников аспирантуры, по окончании аспирантуры выпускники могут применять полученные компетенции в системе высшего образования, то есть работать в вузах, в университетах, в институтах, они могут работать в экспертно-аналитических центрах, в научно-исследовательских институтах, в различных общественно-государственных организациях, в органы государственной власти и в управлении различных уровней. Кроме того, наши выпускники работают в международных организациях, в региональных организациях, в средствах массовой информации, в учреждениях культуры, в архивах, в музеях и так далее. Вот основная информация, которую мы бы хотели вам предоставить по различным направлениям, по различным специальностям в рамках направления исторической науки и археологии. А теперь мы ответим на те вопросы, которые у вас возникли в ходе нашей работы. Я думаю, что вы теперь с трудом отобьетесь конкурентом на вашу специальность. Мы очень рады. Будем принимать самых достойных. Ну а теперь по поводу вопросов. Никита Павлович Баухта интересуется, есть ли возможность последующего трудоустройства в УЗИ по окончании спирантуры. Аспирантура предполагает не только научно-исследовательскую, но и педагогическую состарованную подготовку. Есть специальный курс по теории педагогики, а главное есть практика обязательная, которую проходят аспиранты. И в общем-то после окончания аспирантуры у них есть все да, аспирантура полного дня, во-первых, еще есть, которая позволяет и исследовательскую, педагогическую работу, степендию около 40 тысяч рублей, так что это практически уже будущий педагог, который проходит через такую форму аспирантура. И в общем-то, во всяком случае, это могу засвидетельствовать, что практически на 70% кафедры исторического направления составляются выпускниками нашего вуза, нашей аспирантуры, которые после защиты получают еще и это основание для работы преподавателями на трех ведущих исторических кафедрах. Что касается вопроса трудоустройства, потом Святослав очень интересуется, можно ли поступать в аспирантуру по степу магистратуры другого направления. Нет никаких ограничений, даже юридически мы обязаны принимать все документы, независимо от того, какую магистратуру и какой будет заканчивал потенциально аспирант. Единственное условие это подготовиться и сдать экзамен, пройти конкурс. Конкурс в прошлом году по нашей специальности конкурс был скажем средний, то есть на 7 бюджетных мест было примерно около 30 амбутриентов пытающихся поступить в аспирантуру. Есть еще как вы уже видели платное обучение, здесь уже ваши возможности и ваш выбор. Аспирантура полдого дня. Что это такое? да, и сколько, какое количество занятий предполагает. Аспирант, поступивший на это аспирантура, для этого кстати нужны условия, обязательно в том числе и прежде всего публикации и прохождение конкурса, он фактически работает полный рабочий день на кафедре, то есть ведет и занятия, ведет и научную работу, то есть является полноценным сотрудникам кафедра. Потом, как правило, остается на кафедре. Как правило, после всех пройденных испытаний и полученной практики, он чаще всего остается уже штатным работником кафедра. Вопрос, сколько по времени длится экзамен? Экзамен по истории длится, по-моему, три часа по специальности. Ну, каждый год там есть небольшие изменения, но это в пределах трех часов. Экзамен включает в себя три вопроса по трем основным историческим направлениям. Это вопрос по отечественной истории, вопрос по всеобщей истории и вопрос по теории истории международных отношений. Постабвально в системе оценится, каждый вопрос оценивается в итоге 33 балла, а 34 дается преимущество тому, кто выбирает ту или иную специальность. То есть, если он поступает на международные отношения и вопрос по этой теме он отвечает максимально полно, он получает 24 балла. Да, конкурс у нас идет так, чтобы не было потенции, общий и единый на все три направления. А там уже идет выбор той или иной специализации. Проверяют работу единая комиссия с разных кафель. Да, комиссия у нас единая под общим руководством, но обязательно участвует член комиссии, работающий на той кафедре, по которой сдается экзамен. И вопросы проверяются следующим образом. Один вопрос, если он по истории международных отношений проверяет представитель кафедры международных отношений, по отечественной истории представитель этой кафедры и по всеобщей истории, естественно, представитель кафедры всеобщей истории. То есть каждый вопрос проверяется специалистом, который не возможно профессионально его оценить. естественно, идет обсуждение спорных каких-то моментов в ответе. Так что оценка конечно никогда не бывает 100% объективной и точной, но приближается к этому. Так. Пока я вижу последний вопрос. Да. объединена комиссия. Ну и так, чтобы уже эту тему развернуть, существует еще и возможность апелляции. Если бетерриент считает, что не объективна проверка его работы, он может подать апелляцию и работа уже перепроверяется. Апелляционно специально создана на этом комиссии. Конечно. Да, но естественно есть еще условия приема видели. Есть преимущество тех, кто имеет публикации по ваковских изданиях, не говоря, оскокосовских. Ну и сейчас например, для того, чтобы выйти на защиту диссертации. Аспирант должен готовить три публикации и одна из них обязательно должна пойти через издание с международной индексацией без фокус или веб-орф селлс. У нас на факультете есть издание, журнал, в частности, вестник истории России, который имеет этот статус. Много статей естественно пытаются опубликовать на странице как-то издание я там работаю в редакции, вижу насколько усилился наплыв такого рода статей, но требования достаточно высокие. Так, и я так понял больше вопросов нет. Если нет вопросов, все, спасибо большое за внимание, за интерес и надеемся вас увидеть и надеемся. Спасибо. Спасибо, коллеги. И, gente,